Ноябский кошмар наконец-то можно забыть. После пятиматчевой проигрышной серии Торпеда вернулась именно той командой, которую хотят видеть болельщики. Не по составу, а по игре. Хотя один отдельно взятый хоккеист все же достоин индивидуального внимания. Кэп снова в бою. Эта фраза, пожалуй, была самой часто звучащей под сводами Нагорного. Если в игре против Локомотива Войтек Вольский отметился одной голевой передачей, то в матче с Фитязем капитан автозаводцев пополнил свою личную копилку голов. Причем сделал это как признанный хоккейный эстет. Справедливости ради стоит отметить, что в этом эпизоде и клюшка у одного из игроков Фитязя удачно выпала из рук, и равновесие другой подальчанин вовремя потерял. Тем не менее, здесь все же Вольский главный виновник торжества. Он изящно переиграл голкипера гостей и открыл счет в матче. Случилось это на 33 секунде второго периода. А уже через 27 секунд подмосковный клуб восстановил равновесие. Это Алексей Макеев лишил Ивана Косутина очередного сухаря. Этот гол стал единственным неприятным моментом во всем матче. Дальше на льду Нагорного солировали исключительно автозаводцы. В середине второго периода Вадим Краснослободцев удачно подхватил шайбу на синей линии гостей и мощным кистевым броском отправил ее за спину Ивана Лисутина. 2-1. Следующие голы случились в третьей 20-ти минутке. Сначала при игре в большинстве финское звено торпедо провело образцовую комбинацию, на финише которой был точен Сакари Салминин. Ну а точку в этом матче поставил Алексей Потапов. Здесь стоит отметить работу Кирилла Князева, который отлично поборолся за воротами и уже оттуда выдал ювелирную передачу на клюшку Потапову. 4-1. Вполне логичный результат. И теперь все болельщики в ожидании пятницы. 21 ноября снова принимаем ЦСКА. Заметим, что в матчах между автозаводцами и столичными армейцами есть пока стопроцентная работающая примета. Побеждает исключительно принимающая сторона. Григорий Ажигин. Объективный спорт. ННТВ.